Здравствуйте, друзья мои! С вами Шаамов Дмитрий. Сейчас где-то 5 вечера, я нахожусь на Шинджику и хотел бы сегодня немного с вами прогуляться. Я не буду говорить сегодня на какую-то определенную тему, как обычно, не буду рассказывать о менталитете японцев или о чем-то таком. Сегодня просто прогуляюсь, поделюсь с вами своими мыслями и, возможно, позадаю пару вопросов, которые мне интересны, и буду надеяться, что вы на них ответите. Сейчас вы можете видеть на Шинджику многие деревья сакуры в полном цвету, вот как вот эти, например. По-японски это называется манкай, полное цветение. Ну, если вы приезжаете в Японию в апреле, то не переживайте, вы, скорее всего, все застанете. Есть еще деревья, которые только-только начинают распускаться недалеко от моего дома. Одна сторона цвела, а вторая вот только-только начинает цвести. Поэтому, если вы едете за сакурой, то, скорее всего, все увидите. Друзья, я буду очень рад, если вы досмотрите это видео до конца и в конце, конечно же, оставите ваши комментарии, потому что этот ролик, возможно, повлияет на следующее видео, которое я буду делать. Так же получается, что я вот здесь ролики все время записываю где-то в 5 с лишним вечера. Я посмотрел сегодня в приложении, закат сегодня в 5.47. И вот, видите, уже приближается постепенно, поэтому, я думаю, этот ролик мы запишем до того, как потемнеет. Кстати, вот это вот здание, здесь находится наш офис на четвертом этаже. В последующем, конечно, я более подробно обо всем этом расскажу, как я говорил, но сегодня тема у нас другая. С погодой в Токио что-то непонятное. То тепло, то холодно. Сегодня с утра выходил, было 18 градусов, а сейчас на улице 10 градусов. И довольно прохладно, поэтому, я думаю, может быть, купить что-нибудь теплое. Вот такие вот автоматы в Японии, называются джедо хамбайки. Автоматы по продаже напитков автоматические. И если красная надпись, ну, я думаю, в России тоже в некоторых городах такие появились. Если красная надпись, это значит теплое, а синее, вы не поверите, это значит напиток холодный. Можно взять себе, например, кофе. А, вот здесь еще один есть. Давайте, наверное, и возьмем себе кофе. Вот, давайте приобретем кофе за 100 йен. Вот у меня есть эти как раз 100 йен. Руки уже даже подзамерзли. Поэтому вот так вот вставляем. Кнопочку нажимаем. Кстати, давно я в своих роликах не приобретал напитки. Раньше у меня прям какой-то бум на это был. Ну, я довольно часто это делал в видео. А сейчас вот ред тоже. Вот, теплая баночка. Можно немного согреться. Но давайте немного прогуляемся и продолжим наш разговор. Сегодня я спросил в группе у своих подписчиков, о чем бы они хотели сделать видео. Мне предложили много интересных тем. Некоторые из них я, конечно же, записал, чтобы рассмотреть в будущем. Но решил, что именно сегодняшнее видео будет на мою тему. На тему, которая меня, может быть, волнует как-то. Либо которая мне просто интересна. Да и, конечно, я хотел бы узнать ваше мнение. Поэтому сегодня мы, скорее всего, поговорим о позиционировании моего канала, позиционировании себя, да и вообще о том, как что и правильно было бы делать дальше. Да, конечно, друзья, я знаю, что я зачастую делаю ролики о канале, либо о его развитии. Но мне кажется, все равно это очень важная тема, потому что с помощью канала я общаюсь с вами, с помощью него я передаю вам какую-то информацию. Это как бы основной источник моей связи с вами. Поэтому не поговорить об этом было бы неправильно. Поэтому давайте обсудим сегодня эту тему немного. Я хотел бы послушать ваши мысли. Я веду свой канал с 2012 года, а сейчас 2019. Вы только представьте, то есть уже седьмой год получается, очень давно получается его веду. Некоторые люди на меня подписаны прямо уже с самого начала, там, когда было еще 100 человек, 200, 1000. Даже иногда эти люди пишут в комментариях, что вот я на тебя подписан там с 1000 человек. Напишите в комментариях, если вы действительно подписаны так давно. И к чему я это веду? У меня появился такой вопрос, который действительно интересный очень. Потому что есть люди, которые подписались на меня очень давно, а есть люди, которые подписались на меня вчера. Да либо может подпишется вообще с этого видео. И мне интересно, по какой причине вы подписываетесь на мой канал? Что именно вас побуждает подписаться? Конечно, я думаю, есть много людей, которые подписываются на мой канал только из-за Японии. Потому что, если быть честным, большая часть моего контента именно о Японии. И некоторые видео вообще полностью обезличены. Я не высказываю там своего мнения, а просто рассказываю о каких-то вещах в Японии как факт. Кто-то, я уверен, есть такие люди, потому что мне иногда оставляют комментарии, подписаны на мой канал из-за того, что им нравится, возможно, моя манера повествования. Даже если им не интересна Япония, не интересна вот эта вот сакура, храма и прочее. Видите, кстати, японцы тоже подходят и всегда фотографируют сакуру. Она никогда не надоедает. Ну, потому что действительно красиво. Кто-то, возможно, возвращаясь к нашему разговору, подписан на мой канал. Может, из-за того, что им я нравлюсь просто, как человек. Я не знаю, есть разные причины. Напишите, пожалуйста, потому что это важно для последующего развития канала. В последнее время количество просмотров на канале благодаря рубрике Япония Влог возросло. Я вам благодарен и рад. И, ну, вообще здорово получилось так, что вам эта рубрика понравилась и мне нравится ее делать. Но в основном она, конечно же, только о Японии, да даже и по названию видно. Но мне хотелось бы рассказывать вам не только о Японии, но и о многом другом. Я даже как-то делал ролик на эту тему. Видео называлось вроде «Заложник самого себя» или как-то так. Я рассказывал, что хочу и говорить на другие темы, потому что мне много всего интересно. И в итоге это ни во что не вылилось. А почему не вылилось, сейчас я хотел бы с вами поделиться своими мыслями, почему так получилось. Архитектура Японии, конечно, очень интересна. Вот небольшой двухэтажный домик. Здесь вот небольшой трехэтажный домик. За ними есть вообще одноэтажные дома, частные двухэтажные дома. А потом смотришь, 45-этажное здание токийская мерия. Вот тут сакура цветет. Поднимаемся выше. Здесь высокий небоскреб. Здесь еще один такой, наверное, этажей 50. И потом опять сюда смотрим. И здесь трехэтажное здание. Дома понатыканы очень странно, но это создает все какую-то определенную атмосферу. Мне вот именно вот это и нравится в Японии, что она какая-то необычная, самобытная. Ну и выглядит все это очень здорово. В Японии, где фотографию или видео не сделай, все будет выглядеть симпатично, на мой взгляд. Тут еще был кусочек видео о том, что тем о Японии много и мне всегда есть о чем снимать. Поэтому получается так, что я хочу снять что-то не о Японии и в итоге опять возвращаюсь к теме Японии. Но с этим видео что-то случилось непонятное и у меня голос как будто из преисподней. И иногда, конечно же, хочется действительно снять ролик вообще никак не связанный с Японией, рассказать о чем-то другом. Взять, например, какие-то новости, которые в мире происходят. У меня тоже есть мнение насчет них, о котором хотелось бы, наверное, с вами поделиться. Какие-нибудь игры новые, о которых я тоже хотел бы рассказать. Да даже те же самые обзоры на фильмы. Но я понимаю, что мои обзоры на фильмы не дотягивают, возможно, по качеству, если смотреть на людей, которые делают это профессионально. Те же самые новости, с ними тоже есть проблемы. У меня даже была идея сделать рубрику «Еженедельные новости», то, что произошло в Японии за неделю. Но я столкнулся с тем, что я не могу использовать какие-то новостные вставки, не могу использовать иногда даже фотографии, какие-то сюжеты или что-то. А почему? А потому что мое видео просто-напросто заблокирует. Но не любит YouTube мой канал. И он даже мне не дает никакого шанса что-то даже вставить в ролик. Меня всегда удивляло, что на YouTube есть очень много каналов, у которых весь контент состоит из чьих-то роликов. Это либо обзоры на фильмы, на обзоры на игры, либо просто переозвучки какие-то. Да и просто нарезки, нарезки каких-то приколов и прочее. И эти каналы нормально живут, их не блокируют. Даже, например, если взять BadComedian, он выкладывает вообще чуть ли не целиком фильмы, и все равно у него видео как бы не блокируют, они работают нормально. И я много раз консультировался со своей партнерской сетью, со самим YouTube. Они мне говорят, да, использовать можно кусочками, если это правильно все монтировать, потому что есть такая вещь, как добросовестное использование. И если правильно все это делать, все можно использовать. Но когда я вставляю даже 5-секундный какой-то ролик, вставку в маленьком квадратике, YouTube сразу же блокирует мои ролики. Даже если в них ничего нет, он иногда блокирует. Поэтому я сталкиваюсь с такой проблемой. Как это обойти, не знаю пока что. Друзья, помните, я недавно снимал этот парк, когда шел сильный дождь. Вон даже тот самый туалет, который я вам показывал. А вот сейчас так он выглядит во время Ханами. Сюда приходят люди полюбоваться Сакурой. Обязательно такие вот синие брезенты есть. Это прям такой атрибут необходимый для Ханами. И много людей сидят, пьют алкоголь. Зачастую приходят сюда целыми компаниями. То есть они берут специально время. По сути, это хоть небольшой выходной у себя на работе. И приходят целые компании, все вместе пьют. Считается, что это укрепляет коллективный дух, укрепляет отношения в компании. Людям становится проще с друг другом работать. Ну и вообще это очень здорово. Я считаю, что такие вот моменты какие-то есть. В России, не знаю, есть ли такое. Я такого не встречал, что там, например, компания идет и сидит все вместе. Пьют, гуляют, отдыхают под яблоней, например. Ну было бы здорово. Друзья, зачем вообще все я это говорю? И чего я хочу этим добиться? Наверное, я хочу, чтобы мой канал стал более авторским, что ли. Если быть честным, то не все мои видео, конечно, можно назвать авторскими. Зачастую этого не требовала тема, потому что я рассказывал какой-то факт, либо, может быть, мистический факт. Но что-то такое вообще о Японии, где мое мнение не требовалось. В других же темах я не говорил свое мнение, потому что они, возможно, были немного щепетильные. Меня можно было не так понять. Да и вы знаете, интернет, что ты, когда высказываешь свое мнение, тебя могут всегда не так понять. Либо даже, если тебя правильно поняли, всегда есть согласные и несогласные. И я как-то старался этого всего обходить. Но сейчас хочется сделать более авторское, что-то более такое, что подойдет мне, чтобы я мог делиться с вами различным мнением о разных совершенно вещах. В общем, грубо говоря, если говорить вообще прям прямо, я бы хотел уйти от этого образа парня о Японии и стать таким всесторонним блогером, который просто живет в Японии и может поведать об этой стране. Не знаю, насколько у меня хорошо это может получиться, какие темы мне подойдут и что я мог бы рассматривать, но мне кажется, что я мог бы это попробовать. И вопрос к вам следующий. Насколько вам было бы интересно смотреть на различные темы от меня, не связанные никак, может быть, с Японией? Интересно было бы вам узнавать от меня какие-то новости, которые происходят в мире, вообще на любые темы? Конечно, я не буду лезть в политику, потому что это не из-за того, что я ей не интересуюсь, а из-за того, что, ну, не стоит вообще в нее лезть, мне кажется. Но другие какие-то темы, которые важны и вообще в мире происходят, мне кажется, можно было бы рассмотреть. Если говорить о том, чем я интересуюсь и какие-то темы могли бы быть, то я интересуюсь, например, компьютерными играми. Это не значит, что я буду делать летсплеи, потому что, ну, тупо у меня нет на них времени, хотя хотелось бы, может быть, в какой-то мере делать их. Но какие-то редкие обзоры на игры почему бы и нет. Я думаю, может быть, некоторым людям было бы это интересно. Либо обзоры на фильмы, но, опять же, как я уже сказал, надо как-то подумать над форматом. Ну и делать такие вообще разнообразные ролики, как-то развиваться, знаете, сделать канал по сути обо всем, но при этом Японии никуда не денется, потому что эта страна мне интересна, я ее все равно буду, конечно, развивать, вот эту всю тему рассказывать вам, потому что, ну, я здесь живу, это само собой разумеющееся. Ну, друзья, если уж совсем говорить по чесноку, мне хотелось бы стать для вас таким, вроде как, интернет-другом, человеком, с которым можно обсудить любую тему, будь то фильм, книга, новости какие-то, или даже самая Япония, аниме, что угодно. И чтобы осталась та самая атмосфера, которую вы, наверное, и цените на моем канале, такая дружеская, приятная, уютная, не знаю, по-разному ее называют, но мне нравится на самом деле слово «ламповая». Чтобы можно было бы продолжать вот эти посиделки на кухне, вот эти прогулки по Токио, вечерние прогулки, и при этом говорить вообще на любые совершенно темы. И благодаря этому я надеюсь, что придут на канал новые люди, которым интересны темы новые, которые мы обсуждаем, и они же заинтересуются, опять же, темой Японии. И вот это все будет между собой так связано, и было бы здорово. Кстати, хотел бы рассказать вам кое-какую интересную информацию. На самом деле, очень многие рекламодатели мне пишут и очень ценят мой канал за то, что у меня хорошая аудитория. Все говорят, что это вообще удивительно, что у меня есть такая аудитория. Во-первых, у меня общая статистика по всему каналу, по всем моим тысячам с лишним видео, если посмотреть, 98% лайков за все вот эти 7 лет ведения канала. Это очень много. Последние мои ролики из этой рубрики «Япония влог» набирают по 99% лайков, то есть всего 1% по сути эти ролики не нравятся. Это очень здорово. И все рекламодатели говорят, что это прям очень здорово, и многие, конечно, хотят как-то вместе работать. Просто другая проблема, что зачастую эти рекламодатели такие, которых не стоило бы рекламировать. Но это уже другой вопрос. Поэтому я хочу вам, друзья, сказать, что на канале собралась очень классная аудитория. Вы у меня офигенные, и это замечают многие, что очень здорово, согласитесь. И благодаря вам можно придумать что-то очень классное, развивать вот это вот все сообщество, вести как-то это все вперед, придумывать новые темы, новые какие-то рубрики, новые топики, да все что угодно. В общем, мне кажется, что этот ролик получился таким потоком мыслей, потому что не до конца у меня получилось собрать в одну кучу все, что я хотел бы сказать, потому что это сложно передать. Это больше даже не мысли, а какие-то чувства, которые я испытываю при ведении канала. Не могу сказать, что мне не нравится рассказать о Японии, либо мне надоело это, но все равно есть какие-то вот такие вот чувства, что хочется дальше как-то расти, развиваться, делать что-то новое, расти над собой. Вот есть они, и поэтому я думаю, как бы придать всему этому импульс, как бы это все дальше развить. И поэтому я и сделал вот этот ролик. Надеюсь, что... Кстати, в Японии сейчас начал набирать популярность Uber Eats. Я думаю, в России точно такой же есть. Сейчас много можно сервисов заказать. Очень много людей ездят на велосипедах, разносят еду. Очень много работает так иностранцев, поэтому если приедете сюда в Японию, то вот один из способов подработать сейчас появился. Активно развивается. Друзья, если говорить честно, получился не совсем такой ролик, который я планировал записать, когда я выходил из офиса, чтобы его заснять. И я вот ходил вот по этим всем углочкам, смотрел сакуру, смотрел, как люди отмечают ханами, и думал, что, а может быть, стоило просто записать видео про ханами, рассказать обо всем этом. И вот такая вот проблема меня преследует все время. Начинаю говорить не о Японии и перехожу опять на тему Японии. В общем, не знаю, понравилось ли вам это видео или нет. Может быть, интересно было вместе со мной прогуляться по улицам. Но надеюсь, что все-таки я дойду до чего-то хорошего. Получится у меня делать ролики на различные темы. А пусть для вас это видео станется просто таким потоком сознания. Или, ну, считайте его как хотите. Ну что ж, друзья, большое спасибо, что уделили время. И до встречи в следующих роликах. До свидания. Кстати, вон те девушки, на меня очень внимания сильно обращают, что я их снимаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!